На портал XGED приходят вопросы, и очередной вопрос оказался очень, как мне кажется, интересным. Оказался свидетелем двуличия, лицемерия верующих, из-за чего перестал ходить в храм и молиться. Помогите. Что же такое храм? Кто в этом храме находится? Мы часто у святых отцов можем с вами прочитать, что храм – это врачебница. И во врачебнице, естественно, находится больше, наверное, больных, чем врачей. Врач у нас один главврач – это Христос. Врачи – это те учители церкви, которые нам преподают о нравственности, те святые письмена, которых, в общем-то, мы с вами чтим и изучаем. А все остальные, в общем-то, это люди больные, пришедшие во врачебницу для своего выздоровления и преображения. Господь призывает нас с вами в эту врачебницу, приводит именно тех, кто нуждается во враче, и в этой врачебнице, естественно, происходит исцеление. Не так сразу, как нам хотелось бы. Грех нашего современного общества, что нам надо всё здесь и сейчас. Вот прям сразу. Вот прям без каких-либо процессов. И от церкви ждут именно такого, что когда приходят и спрашивают, дайте какую-нибудь молитву для похудания, а предлагаешь, в общем-то, пост, то обычно не соглашаются. Нет, 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 нет. Пост, мы знаем все ваши посты, это то же самое, что диеты и там подобное. Это не подходит. Нужна молитва, чтобы вот я прочитал и похудел. Я готов читать целый месяц молитву, но через месяц 10 килограммов мне надо сбросить. Это так в церкви не работает. Богу, в общем-то, ваши килограммы по большому счёту и не нужны. Много их у вас, мало их у вас. Очень важно, какое будет сердце ваше находиться среди этих килограммов. Будет ли оно живым, будет ли оно горячим. Вот здесь в чём задача-то церкви. В церкви можно встретить людей, которые находятся ещё только на стадии такого выздоровления, на стадии излечения. Кто-то срывается, кто-то опять, в общем-то, начинается карабкаться по этой лестнице личного изменения преображения. Причём, я сказал бы, кто ближе к алтарю, кто ближе к престолу, тот, наверное, больше нуждается во враче, больше является, ну, или, по крайней мере, сам себя осознаёт, в общем-то, больным у этого престола и ждёт милости и исправления от Господа. Поэтому вот вы чем-то соблазнились, вы что-то такое увидели и не проявили, в общем-то, снисхождение к другому человеку. Так попробуйте, проявите это снисхождение, вернитесь в храм, помогите ему выйти из данной ситуации. Но я думаю, что пока мы отвечали на этот вопрос, Господь, наверное, вас поставил в те же самые условия и те же самые обстоятельства, в которых и эти люди находились. Ведь мы с вами знаем, что если человек честно подойдёт к себе и скажет, что другой согрешил так-то и так-то, а я бы на его месте согрешил ещё бы хуже, вот в этом и будет правда этого человека. Потому что попади мы в те жизненные обстоятельства, в которых находится другой человек, который мы обличаем в каком-либо грехе, в том числе и в лицемерии, и в двуличии. Будь я в его обстоятельствах жизненных, сиюминутных, был бы я воспитан так, как он, может быть, я бы поступил и не может быть, а точно, я бы поступил ещё бы хуже. Но наша задача – грех другого человека скрыть, а свой исцелить. Вот если этим принципом вы будете руководствоваться, то вне церкви у вас не будет шанса спастись, а именно в церкви вы приобретёте исцеление, и будете счастливы не только в этой жизни, но и в будущем.